В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новости по Выборгске». В студии Татьяна Анкудовича. Здравствуйте. Граждане в возрасте 65 лет и старше должны уйти на самоизоляцию. Исключение составляют те, у кого есть сертификат о прохождении полного курса вакцинации или документ, подтверждающий факт перенесенного заболевания в течение полугода. Такие изменения были внесены в 573-е постановление губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. О новых антиковидных мерах говорили на заседании штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Организациям и предприятиям рекомендовано перевести сотрудников, страдающих хроническими заболеваниями, на дистанционный режим работы. Также есть пункт, касающийся несовершеннолетних. Раньше было указано в возрасте до 14 лет, не могут находиться в торговых центрах без сопровождения взрослыми. Сейчас цифра 14 заменена на 16. То есть несовершеннолетние в возрасте до 16 лет не могут находиться в торговых центрах без сопровождения взрослых. С 15 ноября в Выборгском районе, пока он находится в «желтой зоне», вход на культурные, развлекательные и спортивные мероприятия будет разрешен только при наличии сертификата о вакцинации, справке о перенесенном заболевании COVID-19 за последние полгода или отрицательного ПЦР-теста давностью не более 72 часов. Кроме этого, необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность. При этом заселение в гостинице, иные средства размещения допускаются при отрицательном результате исследований посетителей на наличие коронавируса посредством эспресс-теста. По России в целом, в том числе и в Выборгском районе, эпидемиологическая обстановка довольно неблагополучна. Растет количество тяжелых случаев заболевания. Но при этом медики отмечают, что увеличилось и число вакцинируемых. По поликлинике проходит около 80-90 случаев, впервые выявленных пациентов. Госпитализация составляет от 20 до 40 человек. То есть это люди, которые уже имеют пневмонию. То есть ситуация достаточно напряженная. Могу с большой уверенностью сказать, как неоднократно говорил, что привитые люди болеют и реже, и легче. То есть тут это сомнений не вызывает, так как через нас прошло большое количество людей. На сегодня в Выборгском районе от COVID-19 привито более 41 тысячи человек. Врачи не устают повторять, что этого недостаточно для выработки коллективного иммунитета. Стоит отметить, что если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, то Выборгский район может вернуться в красную зону. В этом случае новые меры начнут действовать раньше, уже с 30 октября. В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в городе и районе намерены строго следить за соблюдением необходимых мер безопасности. Наоборот усиления, максимальное дежурство там, где нужно. И, соответственно, понимаем, что все службы, которые еще работают на вопросы жизнеобеспечения ресурсные, должны усиливать на работу так же, как и. Все, Олегович, понятно, сегодня распоряжение будет подготовлено. Галина Давыдова, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Поздней осенью помимо зонта и теплой одежды человеку требуется не менее важная защита – прививка от гриппа. Самый простой и доступный метод профилактики инфекционного заболевания, убеждены медики. Особенно это касается малышей, чей иммунитет еще не сформирован до конца. Гуля Мухатова ответственно подходит к вакцинированию сына – дошкольника Сабуржана. Мальчика прививка совсем не пугает. Во время процедуры он чувствует себя уверенно. Я делаю прививку, и мне не страшно. Сама Гуля прививку от гриппа не делала, так как врачи выписали емидотвод. Но последствия перенесенной инфекции ощущает на себе до сих пор. У меня осложнение. Если бы не противопоказание, естественно, я бы вакцинировалась. У него полностью прививочная карта. Каждый год мы делаем прививки. Потому что это не дает, конечно, стопроцентную гарантию, но прививка – это выработка иммунитета. И если вдруг ребенок столкнется с болезнью, он уже будет во всеоружии. И 70%, что он избежит опасных осложнений. Тем более от гриппа – это очень опасно. Такого же мнения придерживается и заведующая детским садом номер 8 Ирина Боксер. Вакцинация от гриппа в учреждении проходит ежегодно. Прививают четырехвалентным препаратом Ультрихс Квадри, который дети переносят достаточно легко. Вакцина была получена в конце сентября. Дети не защищены от инфекции, в том числе от гриппа, в силу того, что иммунитет полностью еще не сформирован. А взрослые часто заражаются от детей. Сотрудники нашего детского сада привиты в конце сентября. А сегодня мы начали прививать детей. Конечно, прививка не является гарантией того, что дети не заболеют. Но инфицирование пройдет легче, и риск развития осложнений будет минимален. Многие родители отказываются от прививок, рассчитывая на защитные силы организма своих малышей. Или ссылаясь на то, что дети принимают необходимые витамины. Однако, по мнению медиков, это не может стопроцентно защитить ребенка от инфицирования. Галина Давыдова, Валерий Престижнюк, Медиагруппа «Наш город». Большой объем работ ведется в этом году в Выборгском районе в рамках программы «Чистая вода». Два крупных проекта близятся к завершению. Это модульные канализационные очистные в Гончарова и в Красносельском. На обоих объектах идут пусконаладочные работы. До конца года они вступят в строй. А в Выборге должна начаться полная реконструкция городских водоочистных сооружений. Заменено будет практически все – строение, оборудование, магистрали. Проект уже прошел госэкспертизу. Сейчас «Ленобл-Водоканал» ждет подтверждения финансирования. Строительно-монтажные работы планируют начать в первом квартале следующего года. Проект довольно-таки дорогостоящий. Это ориентировочно около 4,5 миллиардов. Предусматривает увеличение мощности с 33 тысяч кубов до 40,6 тысяч кубов в сутки. Ну и, соответственно, будет применена технология, которая будет очищать на сегодняшний день исходную воду. Мы, жители города Выборга, знаем, что у нас исходная вода – это озеро Краснохолмское. Затраты на очистку воды будут очень энергоемкие. Все оборудование стоит энергоемкое. Хотя оно и импортное, имеет меньшую, конечно, потребление мощности имеет меньшее. Но все равно, значит, вода из озера, она сложная вода. Она разная по сезонам получается. И поэтому очищать очень сложно ее. В данном проекте, который сейчас подготовлен, принята традиционная двухступенчатая очистка воды с применением реагентов. На выходе вода должна отвечать всем нормам Санпина, то есть быть пригодной для питья. Для этого и запланирована сложная очистка. В этом году водоснабжение Выборга переключили на две новые ветки, проложенные два года назад. Так что работы по реконструкции на стабильную подачу воды в дома никак не повлияют. Губернатор Александр Юрьевич Дрозданько большое внимание уделяет именно водоканалу. Потому что прекрасно понимает, что в Выборге и в Выборгском районе у нас уже с амортизином практически на 80% все сети, как водопроводные, так и канализационные. Поэтому это большое внимание губернатор уделяет в отделение финансирования губленного водоканала для того, чтобы мы занимались реконструкцией, капитальным ремонтом сетей, канализационно-очистных сооружений. В этом году Ленугл водоканал поставил в Выборгский район еще две станции водоочистки – Врябово и Староселье. Сейчас идет монтаж большой станции в Глебычево. Станция большая, состоит из трех блоков, 10 фильтров. Вода в Глебычево тоже сложная, хотя идет со скважин. Там у нас 6 скважин, в работе 5 скважин. Станция чистит железо, марганец и фториды. Станция уже установлена, идут пусконаладочные работы. Также идет отвод промывной воды порядка 200 метров. Сброс будет в канализационную сеть. Ориентировочный запуск с данной станции где-то в районе через трех недель мы уже заведем. Уже с середины ноября жители Глебычева должны получать чистую воду, прошедшую очистку на новой станции. Рассчитана она на 1020 кубометров в сутки. То есть пропускная способность оборудования составляет 42 кубометра в час. На следующий год запланирована установка новых водоочистных станций в Кондратьево, Кирпичном и Камышовке. Уже начались подготовительные работы. Первая такая станция появится в поселке Цвелодубово. Всего к 2023 году в районе смонтируют около 12 станций водоочистки. Каждый проект согласовывается с руководством Выборгского района и администрацией поселений. Наталья Москалец, Елена Березовская, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Семь перевозчиков-нелегалов и одного пьяного водителя выявили в ходе профилактического мероприятия такси в Выборгском районе. На протяжении семи дней инспекторы ГИБДД проводили сплошные проверки на предмет наличия водительских прав, правомерности осуществления трудовой и предпринимательской деятельности. За это время было зафиксировано более 60 нарушений при перевозке пассажиров на легковых машинах. Семь водителей привлечены к ответственности за нелегальный извоз, один – за отказ от мета-свидетельствования. Один человек находился за рулем в состоянии объединения. В целом, по словам инспекторов, наиболее частые нарушения – это пренебрежение ремнем безопасности, недовлетворительное техническое состояние автомобиля и отсутствие лицензии. Если вы столкнулись с тем, что таксист игнорирует правила дорожного движения, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД 3.03.07. Октябрь – месяц борьбы с раком молочной железы. Начиная с 1993 года в это время в разных странах мира ежегодно проводятся мероприятия с целью привлечь внимание людей к этой беде. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, рак молочной железы занимает первое место в списке онкологических заболеваний женщин. В 2020 году зарегистрировано свыше двух миллионов случаев. Вероятность побороть его на ранних стадиях составляет 90% и выше. Диагностировать онкологию своевременно помогают регулярные осмотры. Не менее важна ежемесячная самодиагностика. Первое положение – руки опущены вдоль тела, второе – поднимаем за голову. Надо визуально осмотреть, нет ли каких-то сыпей, покраснений, асимметрии груди, увеличение какой-то из груди. Дальше надо проводить пальпацию. Ощупываем по часовой стрелке круговыми движениями, на наличие каких-то образований, каких-то уплотнений. Чаще всего рак молочной железы встречается у женщин в возрасте от 40 до 60 лет. Но в последние годы болезнь заметно молодеет. Поэтому профилактический осмотр рекомендован девушкам после 20. Если женщина обнаружила какое-либо изменение или новообразование, нужно незамедлительно обратиться к врачу. Главное – без паники. Изначально делается УЗИ. При наличии каких-то обнаружений, каких-то патологий, женщину могут направить на маммографию. Они приходят к нам, мы оцениваем все данные, которые они приносят. И после чего, если есть необходимость, направляем к онкомамологам для выполнения биопсии. Не все образования, которые нашли, являются злокачественными. Врачи напоминают, что важную роль в профилактике любого заболевания играет образ жизни. Существуют факторы риска. Первый фактор риска – это наследственный фактор, воздействие радиации, ожирение, вредные привычки. С этого года для жителей Выборгского района диагностика и лечение рака стали более доступными. В городе открылся областной центр амбулаторной онкологической помощи. Он работает на базе Выборгской межрайонной больницы и оснащен самым современным медицинским оборудованием, которое позволяет вовремя обнаружить патологию, ускорить постановку диагноза и начать лечение. Здесь же организован дневной стационар. В кабинете есть все необходимое для проведения химиотерапии. Чтобы не оказаться на этом кресле, не пренебрегайте самоосмотром и регулярной диспансеризацией. Даже при отсутствии жалоб. Виктория Иванова, Наталья Березовская, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Детский взгляд на взрослую профессию. Трудовые будни работников прокуратуры школьники отразили в рисунках. В Выборге подвели итоги художественного состязания, посвященного 300-летию основания российской прокуратуры. Более 20 работ представили на конкурс ученики образовательных учреждений Выборгского района и воспитанники Дворца творчества. Работу жюри возглавил сам городской прокурор Леонид Селиверстов. У нас сразу несколько сюжетов. Здесь и суть, чтобы мы позже и преступников задерживались. Выявить победителей – задача нелегкая. Работу решили разделить на две группы. Так, среди учеников Дворца творчества первое место завоевала Ксения Меркулова. Победителей и призеров пригласили в городскую прокуратуру. Леонид Селиверстов благодарил всех участников конкурса за проявленную активность и творческий подход. Рады, что у нас активные дети, которые знают профессию прокурора. Несмотря на то, что мы не так, может быть, популярны, дети с точностью отобразили ту работу, которой мы занимаемся. Есть рисунки, которые узнаваемы. Мы видим нам знакомых прокуроров, знакомых личностей, и нам это приятно. Среди участников из Выборгского района первое место у Алисы Кравчук из Каменогорского центра образования. Арина Лаврова из Рощина на втором. Юным художникам вручили грамоты и памятные подарки. Участники признаются, что тема оказалась непростой, но тем интереснее. Подсказали идею, конечно, нам педагог Иванова Людмила Георгиевна. Ну, Алиса старалась. Я занимаюсь художественной школой, педагога Иванова Людмила Георгиевна. Я рисую и там, и дома иногда. Портреты всегда сложно рисовать, конечно, и тем более на конкурсы такие, но мы справились. Цель творческого конкурса – повышение правовой культуры детей, формирование уважения к закону и поддержание авторитета органов прокуратуры. В своих работах ребята напомнили сотрудникам надзорного ведомства, что в череде рабочих будней должно быть место и празднику. Рисунок-открытка ученицы Приморского центра образования Виктории Никитенко занял третье место. В городскую прокуратуру Вика приехала с мамой – педагогом. Я нарисовала флаг, весы, молоток – символику прокуратуры. Конечно, ребенку сложновато с выбором рисунка на эту тему. Выбрали праздничную открытку, добавили цветы. Поздравляем с наступающим праздником. Желаем успехов в работе, процветания прокуратуре. Виктория Иванова, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Мокрый нос, доверчивые глаза. Четвероногие питомцы внимательно смотрят в лицо каждому прохожему в надежде разглядеть в нем своего хозяина. Но, к сожалению, на 26 нашедших свой дом собак приходится 56 новых постояльцев. Вот такая неправильная арифметика, вздыхает Снежанна Валеева, директор Дома хвостиков. В приюте у нас на данное время около 300 собак. Количество варьируется. Кого-то забирает, кто-то приезжает. Но поступает больше, чем уезжает. Но в основном забирает щенков, молодых собак, если породистых, хорошо берут. Брошенными оказываются совершенно разные собаки. Взрослые и совсем малыши, дворовые и породистые. К примеру, в приюте живут семь четвероногих породы хаски. А еще такса и французский бульдог. Молодой кобель Симба родословно не имеет. В приюте он совсем недавно. Его история душераздирающая, как почти и все истории местных обитателей. Был найден, привязан в лесу. То есть кто-то решил таким жестоким образом избавиться от него. Потом волонтеры пытались найти ему дом. Не смогли, очень длительно пытались, старались. Так он оказался у нас. Он у нас недолго, но уже завоевал все наши сердца. Поэтому очень хочется найти ему дом. Ласковый, добрый, красивый. Симба не отходит от Снежаны ни на шаг. А еще пес очень любит прогулки. Как, в общем-то, и остальные его товарищи по несчастью. В доме Хвостиков он проявил себя очень дружелюбным и активным. При правильном подходе, при правильной дрессировке он может жить как и в квартире, так и в вольере. Но не на цепи. Абсолютно не охранная собака. Собака-компаньон. Для души. Ну, компаньон, значит, друг. Выгуливают собак только в выходные. В этом сотрудникам приюта помогают волонтеры и просто неравнодушные люди. Но и от другой помощи в доме Хвостиков не откажутся. Здесь всегда рады кормам, ветоши, стройматериалам и финансовой поддержке. Не так давно в приюте появилась примета. Собака, снявшаяся в нашем репортаже, находит свой дом. Так хозяева появились у целого ряда героев наших телесюжетов. Это, конечно, не может не радовать. Остается надеяться, что Симба и его собратья скоро тоже попадут в добрые руки. И люди, наконец, поймут, что обижать тех, кто смотрит так доверчиво и готов подарить свое сердце, нельзя ни при каких обстоятельствах. Татьяна Анкудович, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». В теплой почти семейной обстановке собрались сегодня ветераны спорта Выборгского района. Повод радостный. Безоговорочная победа на третьей областной ветеранской спартакиаде, которая прошла в Приозерском районе. Подняться на верхнюю ступень пьедестала почета получилось с третьей попытки. На прошлых спартакиадах команда занимала пятое и второе места. Участники соревновались в различных видах спорта – теннисе, стрельбе, легкой атлетике. Спортсмены считают, что чем больше позитива ощущаешь, тем большего сможешь достичь. Поэтому свою команду они решили назвать «Позитив» и сумели вырваться вперед. Покажем, что мы способны? Да! Тогда, маэстро, музыку! Очень приятно, конечно, и соревноваться, и общаться. Готовят нам концерты, там очень хорошие выступления. Ну и все, в общем, на высшем уровне. У нас очень дружная, очень хорошая команда. Ребята все классные, вообще стремление к победе высокое очень. И вообще спасибо им огромное за такой вклад вообще в развитие нашей физической культуры и спорта. Завоевать первенство среди 22 команд было не так просто. Это отметили и руководители Выборгского района Дмитрий Никулин и Валерий Савинов, которые тоже заглянули на огонек, чтобы поздравить победителей. Вы молодцы, сразу видно, быстрее, выше, сильнее. Поздравляем, желаем здоровья, бодрости и, конечно же, оптимизма во всем, чтобы на всех фронтах у вас были одни победы. Молодцы! Спасибо. Несмотря ни на какие обстоятельства ветераны спорта, спорт не бросают. Собираются вместе, тренируются поодиночке. И всегда приятно, когда труд приносит ощутимые результаты. А значит, есть стимул двигаться дальше. Галина Давыдова, Александр Сорокин. Медиагруппа «Наш город». Выборгские волейболисты – лучшие в регионе. Турнир по волейболу проходил в нашем городе на протяжении двух дней. Собрал 18 сильнейших команд из разных районов области. В первый день на площадках встретились женщины. В финал вышли спортсменки из Выборгского района, Соснового, Бора и Кировска. Наши волейболистки в очередной раз подтвердили свое превосходство. Не проиграв ни одной игры, они стали обладателями Кубка Ленинградской области. Лучшим игроком признана Вера Богомолова. Напряженный игровой день был и у мужчин. Две победы в группе и команда Выборга вышла в финал. Им предстояла встреча с волейболистами Тосна, затем Кировска. В решающем матче выборжцы одержали верх над соперником со счетом 2-1 и стали обладателями Кубка области. Лучшим игроком стал Сергей Самсонов. На этом наш выпуск завершен. Увидеть программу «Город. Новости по-выборски» вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг.тв в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!